Премьер-министр видит риски в инвестировании в жилищные строительства. Об этом стало известно из ответа премьера на депутатский запрос. По словам Бегтенова, управляющий пенсионными активами Национальный банк инвестировал в облигации от Пасыбанка 150 миллиардов тенге. В июле Финнинститут разместил первые облигации для привлечения средств в программу на УРЭС. Всего же планируется выпустить облигации на триллион семьсот миллиардов тенге. В этом году на 300 миллиардов. По программе на УРЭС банк планирует обеспечить жильем около 68 тысяч казахстанцев. При этом премьер-министр видит риски в инвестирование в жилищное строительство. Вложение значительных средств в строительство социальной недвижимости несет в себе ряд рисков, связанных с отрицательной рентабельностью, низким уровнем возвратности вложенных средств, неустойчивостью рынка недвижимости, а также наличием перечня действующих инструментов государственной поддержки, которые показывают свою эффективность на протяжении определенного периода. Казахстанские банки продали личную информацию своих клиентов. Этот факт подтвердили в Минцифры. По словам председателя комитета информбезопасности, банки проверяли в прошлом и в этом году. Виновные получили наказание в виде штрафов в дальнейшем и увольнении с места работы. Правда, в каких именно финн-институтах выявили правонарушения, оглашать не стали, заявив, что точной статистики по стране нет. Здесь как раз это тот случай, когда имеются факты точечной утечки. Соответственно, здесь необходима обязательно гражданская позиция самих граждан. То есть они обязательно должны нам об этом сообщить. Казахстанцам хотят дать возможность уничтожать свои персональные данные через ЕГУФ. Таким образом, в Минцифры планируют расширить функционал электронного правительства. Для того, чтобы удалить личную информацию о себе, у казахстанцев на сайте ЕГУФ будет отдельная кнопка. Нажав на нее, казахстанцы смогут не просто прекратить доступ, а полностью уничтожить свои личные данные на сайте. Кроме этого, казахстанцы смогут отозвать свое ранее подписное согласие на обработку личной информации. Бюджеты киберпреступников сопоставимы с ВВП Казахстана. По крайней мере, так заявляют в Минцифры. По их словам, в этом преступном мире существует специальная иерархия. Из этой цепочки полицейским удается поймать лишь дропперов. Это лица, которые занимаются только исполнительной функцией, находятся на передовой, но не знают главаря группировки. Как заявляют в Минцифры, такие преступные сети трансграничны. И для борьбы с ними необходимы международные договоренности, которые упростят взаимодействие между государствами. Преступность, она трансгранична, и они очень хорошо друг с другом ладят. Все преступники. У них там нет ни полового, ни национального, ни государственного, ни расового. Никаких различий нет. Они все просто преступники. У них одна цель – это нажиться. В этом плане у государства есть большие проблемы, потому что у каждого государства есть своя юрисдикция, есть свои законы. В чужую страну, допустим, если ты знаешь, что там живет преступник, ты не можешь туда приехать, этого преступника, выкрасть и к себе привезти. Так не работает. Для этого целые бюрократические процедуры существуют. И мы как раз поднимаем этот вопрос для того, чтобы государства на межправительственном уровне договорились наконец вот эту работу сделать более простой. Генеральный план Экибастуза утвердило правительство. Он рассчитан до 2035 года. В приоритеты развития города вошло развитие промышленности, высокотехнологичных секторов, инженерной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий для жителей и рекреационные возможности. Экибастуз обладает значительными ресурсами угля и строительных материалов, способствует развитию энергетики, металлургии и строительной индустрии. Развитие сельского хозяйства и поддержка малого бизнеса также включены в стратегию развития. С Нового года на автодорогах республиканского значения будут действовать требования по соблюдению средней скорости. По данным Минтранспорта, на сегодняшний день на платных дорогах общей протяженностью порядка 3200 километров установлены 93 арки, которые могут определять среднюю скорость. Сообщается, что на дорогах категории первая средняя скорость – 140 километров в час. На категории 1Б и 2-110. Расчет определяется следующим образом. Учитывается расстояние между двумя арками и потраченное время на проезд между ними. Десять воспитателей лишились работы в Казахстане с начала года. Их уволили за грубое отношение к воспитанникам в детских садах. Как сообщили в Минпросвещении, в этом году в сфере дошкольного образования выявили 17 нарушений, а в 2023-м было вдвое больше. После сбора информации в случае конфликтных ситуаций проводятся совместные тренинги с родителями. По итогам родители либо прощают педагогов, либо госорганы наказывают воспитателей. В тяжелых случаях они попадают даже под уголовное преследование. Если мы даже создадим все безопасные и доступные условия для детей, тем не менее, такие случаи могут иметь место. Почему? Потому что она происходит ежедневно в процессе. Поэтому самое главное, не надо упускать наблюдение процесса ежедневного. И обязательно должен быть график руководителей дошкольных организаций. Со своей стороны они тоже должны вести наблюдение. Говоря о вопросах безопасности детей, представители Минпросвещения заявили, что детские сады могут не внедрять турникеты и фейс-айди. Как выяснилось, турникеты требуются только там, где количество воспитанников превышает 700 человек. В иных случаях достаточно видеодомофонов. Нигде вроде бы таких требований по внедрению биометрии, либо фейс-айди технологии в дошкольных организациях нет. Единственное, значит, она может быть применена для табелирования. Но табелирование может проводиться и другими способами. Есть, значит, QR, есть ID-карты, значит, есть много других способов. Военные действия Израиля на территории сектора газа привели к разрушениям на сумму примерно от 14 до 20 миллиардов долларов. Таков подсчет президента Всемирного банка Аджайбанга. По его словам, экономический ущерб во многом зависит от масштаба конфликта. Если он особо не распространится, то, скорее всего, нанесет меньший ущерб мировой экономической системе. Все потому, что Палестина вносит сравнительно малый вклад в мировую экономику. Если же боевые действия распространяются по всему региону, то уровень проблемы и последствия станут куда масштабнее, добавил Банга. Напомним, атаки военных сил Израиля по газе начались год назад. Число погибших превысило 42 тысячи человек. Более 20 человек погибли в результате израильского авиаудара на севере Ливана, сообщили власти страны. Удар нанесли по деревне Айту. Там полностью разрушен жилой дом. Спасатели сейчас вытаскивают тела из-под завалов. Власти Израиля инцидент пока не комментировали, но пообещали сделать все возможное, чтобы избежать жертв гражданских лиц. Хотя, судя по последним данным, предвратить это едва ли кажется возможным. Как пишет рейтер, воздушные удары этой страны по Ливану привели к гибели 2350 человек за прошлый год. По информации местного Минздрава, свыше одного миллиона ливанцев остались без крыши над головой. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании снизились примерно на 3%. Причиной тому стали фиксации прибыли и публикации в СМИ о том, что Израиль согласен не наносить удар по нефтяным объектам Ирана. Последняя новость ослабила страх перед возможным срывом поставок. Вместе с тем отмечается снижение спроса на топливо в ряде стран. Виной тому метеопрогноз, согласно которому ожидается более теплая погода в регионе. Совокупный спрос в северо-западной Европе упал на 500 гигаватт-часов в сутки. Авиакомпания Иран-Air прекратила полеты в Европу. Как пишут СМИ республики, на сегодня это была единственная компания, которая совершала рейсы на данный континент. Дело в том, что Евросоюз ввел санкции в отношении авиалиний буквально накануне. По некоторым данным, пассажиры получили СМС-уведомление спустя всего несколько часов после ведения этой меры. Ограничения связаны с тем, что Брюссель подозревает Иран-Air в причастности к передаче России продукции военно-промышленного комплекса.